Ты не мыслишь, как чиновник. Он может уничтожать ценности на миллион, но чтобы рублик-то пошел к себе в карман. Ходит слух, кстати, насколько он справедливый, что в WhatsApp он просто все сливает, что просит. Все знают, что все разговоры записываются. Но я, например, просто перестану разговаривать по телефону. У нас будет йотафон православный. Судя по тому, что они сейчас там творят, у них компетентных советников нет. Хорошо, когда возникает государство на пороге, да, с точки зрения меня как технаря. Это, кстати, хорошо, что 86% не будет пользоваться VPN. Мы знаем, что становится привилегированным классом, когда он слишком увлекается вот такими вот сентенциями, которые ты сейчас выдаешь. Facebook сдавал китайских диссидентов, и все, ему сошло с рук. Все вот эти компании, которые могли появиться в России, они появились где-то еще. Тогда вот давайте разрешим. Но тогда же, получается, преград не будет. Ну, слава богу. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня Михаил Калимарев, исполнительный директор общества защиты интернета. И разговаривать мы сегодня будем про цензуру в интернете, про те законы, которые принимаются в России, в Европе, за рубежом, и о том, как интернет может сопротивляться государственным репрессиям и оставаться свободным. Спасибо, Михаил, что пришел. Всем привет. Постоянно слышу, что в России невозможен китайский сценарий изоляции интернета, вот эта вот китайская стена, которая там существует. И совершенно не понимаю, почему так. Вот можешь объяснить? На самом деле все просто, да. Есть три модели, как фильтруется интернет. И Россия пошла там своим совершенно третьим как раз путем. И сделали мы это достаточно поздно. То есть китайский интернет, во-первых, он строился не меньше 7 лет, прежде чем он стал вообще китайским интернетом. До этого китайцам просто запрещалось выходить в интернет, для того, чтобы они там подключились к интернету. Им нужно было расписаться там в специальной расписке, что я там обязуюсь не смотреть порнографию, не ходить на западные сайты, не читать там Washington Post и вообще забыть там про всевозможные такие штуки. И до 2007 года это происходило именно так. Начали они это строить, вот этот Golden Shields, он называется на самом деле, да. Они начали его строить в 2000 году и до 2007 года, вот эти 7 лет, продолжалась именно вот такая ситуация. И только после того, как они построили вот этот фаервол, а стройка фаервола заключалась в том, что у них был просто единственный на весь Китай канал связи с глобальным интернетом, который полностью контролировался государством, ну государственными компаниями. И вот эти все 7 лет они учились как раз фильтровать вот эту всю информацию, они учились работать именно с этим со всем. После того, как они этот Golden Shields подстроили, он обошелся, там какие-то сумасшедшие совершенно деньги, там называют, что там не тратят на сегодняшний день на порядок. Это миллиарда долларов в год, и у них до сих пор есть именно там, сейчас, по-моему, разрешено, по-моему, 5 компаний, у которых есть возможность выйти в интернет, в глобальный интернет, все остальные работают только внутри. Вот, по тому же самом пути, кстати, пошли там некоторые республики типа Казахстана, Белоруссии и так далее, да, то есть там в Казахстане, по-моему, 4 или 5 провайдеров. А что в России было иначе? А в России до того, как государство заинтересовалось интернетом, то есть было пофиг, да, они там не вделили. А до того, как заинтересовалось, у нас появился, вот как ни странно, появился рынок, причем он был абсолютно конкурентный, появилось огромное количество операторов, провайдеров. На сегодняшний день у нас там порядка 7,5 тысяч действующих живых провайдеров, 7,5 тысяч их, не 5, а 7,5 тысяч. А те операторы, которые имеют трансграничные переходы, ну, то есть свои собственные какие-то линии, там, сооружения, связи, либо они арендуются у кого-то, либо еще что-то, их порядка 2,5 тысяч. И поэтому контролировать 5, и гораздо проще, чем 2,5 тысячи. Цените это, потому что чем больше у нас будет операторов, тем свободнее будет у нас интернет. Но все эти операторы, они пользуются при этом магистральными интернетами, интернетами, да, которые связывают нас, собственно, с внешним. Да, магистраль ничем не отличается от немагистрали, ну, то есть, да, там, на сегодняшний день там по одному оптоволокну можно передавать там 100 гигабит совершенно легко. И какое количество? Одно волокно, да, а у некоторых, там, как называемых магистральных провайдеров, там, конечно, там, тысяча километров оптики размотана, ну, там, такие-то, Транстелеком, Бростелеком, Мегафон, ну, много у нас операторов, которые владеют такими большими сетями. Строятся и независимые абсолютно операторы связи, там, и Артелеком, например, тот же самый построил, там, всероссийского масштаба сеть полностью свою. Они между собой очень сильно переплетены, то есть, каждый оператор фактически, ну, как бы, теоретически может соединиться с любым другим оператором связи, причем, не обязательно совершенно проводом, да, он может соединяться каким-то образом логически, так называемая автономная система. И эти автономные системы могут между собой вот эти линки наладить. Грубо говоря, вот эти 7,5 тысяч операторов, которые имеют автономные системы внутри России, и из них 2,5 имеют связи с зарубежными автономными системами. 2,5 тысячи. 2,5 тысячи. Мы это отслеживаем, мы, это имеется в виду как раз общество защиты интернета, у нас есть такой один проект, он называется индекс связности, и мы этот индекс связности, мы его считаем каждый день. На сегодняшний день, он там колеблется, там в каких-то пределах, ну, что там какие-то аварии случаются, то одни операторы от других отказываются с ними соединяться, ну, на коммерческих, конечно, условиях там какие-то случаются. Ну, там в пределах 10% колебания там каждый день идет, но не более того. А в таком случае, а почему удается интернет контролировать в той мере, в которой удается все-таки? То есть, вот, LinkedIn заблокировали, какие-то сайты блокируются. На самом деле, интернет контролировать до сих пор не удается, ну, так или иначе, да? В строгом смысле можно обойти. Да, в строгом смысле у нас это сделать нельзя, в отличие от китайского фаервола, хотя и китайский фаервол совершенно легко на самом деле обходится, но там комплекс всяких, там, вокруг него условий, там, Малдан, там целая армия порядка 300 тысяч человек, которые занимаются тем, что пишут хорошие посты про КПК и, наоборот, отслеживают плохие посты. Ну, сейчас это заменяется искусственным интеллектом, да, но вот, тем не менее, 300 тысяч человек этим делом занимаются каждый день. Но то воздействие, которое на оператора все-таки удается совершать, оно происходит именно законодательным путем, просто спускается директива, и они ее выбирают. Да, но там законодательные вот эти все директивы, они пытаются регулировать законы физики, вот, и, ну, происходит, собственно, то, что происходит. Ну, то есть, нельзя законодательным актом сказать, чтобы солнце восходило на западе. Ну, можно сделать неудобным доступ к кому-то? Ну, неудобные пытаются это сделать, сделать неудобным, но работает это все равно плохо. Почему так мало компаний сопротивляются государственному давлению, вот, в России хотя бы? Это интересный, на самом деле, вопрос, я сам пытаюсь найти на него ответ, если кто-то знает из наших зрителей, там, в комментариях напишите, я обязательно их все прочитаю. А, на мой взгляд, да, то есть, есть несколько вариантов, несколько версий, почему так происходит. Компании, ну, на самом деле, они законопослушны, да, если они начинают, там, творить какое-то, там, нехорошее какие-то вещи, их обычно, ну, с рынка выносят, да, выносят, в частности, государства. Сейчас не 90-е годы, и это время, видимо, прошло, в России, по крайней мере, и пытаются соблюдать все эти правила, все законы, какие бы они ни были дурацкие совершенно, пытаются им каким-то образом соответствовать, иначе у тебя просто не будет бизнеса. Надо понимать, что это же люди, это компания, это много людей, где разные мнения, и обычно их соединяет, а это деньги. То есть мы хотим получать зарплату, мы хотим платить ипотеку, нормальные люди, телекомщики такие же нормальные совершенно люди, многие, наверное, кто даже смотрит, наверное, работают в каких-то таких компаниях. Разработчикам говорим, парни, ну вы же понимаете, что это нельзя реализовать физически, мы знаем, но вот депутаты приняли, все вопросы к депутатам. Я говорю не только про компании, которые находятся на территории нашей страны, я имею в виду иностранные компании, которые даже предстоительства никакого не имеют, и в случае с LinkedIn вообще теряют для себя рынок полностью. Нет, LinkedIn это такой бунт, да, ну то есть они сказали, да, ну окей, мы не будем ваши требования исполнять, окей, блокируйте. Это бунт. Почему не было попытки бунта по сценарию того, что я устроил Паше Дуров, где я просто сказал, а-а-а, я только не буду подчиняться, вы меня еще хрен заблокируете. Нет, почему были такие случаи, это Зелла, да, первый на самом деле Дурова еще был мессенджер Зелла, это такая интернет-рация, которым пользовались дальнобойщики. И они, по-моему, не самые первые попали под блок. Были еще такие, такой мессенджер Лайн, корейский мессенджер Лайн, их тоже заблокировали, и они тоже как бы просто ушли, сказали, ну окей, у нас здесь нет рынка, и как бы нет. Как принимаются решения корпораций, ну вот это как большие компании, да, и как там принимаются решения. А у нас есть на весах исполнять закон, у нас есть на весах не исполнять закон, где профита больше, мы то решение и примем. А какой профит может быть, если твоя компания, она просто исчезает с рынка полностью? Ну вот, да, если она у нас исчезает с рынка, да, ну то какой профит? Профит то, что мы не потратим лишних денег, или мы не испортим себе репутацию. Собственно, как поступил Линкетин, и как поступил тот же Лайн? Ну то есть мы не будем портить себе репутацию, окей, блокируйте. Мы с вами как бы разговаривать не будем. Вичат, допустим, так не поступил. Есть еще более интересные штуки, это тот же мессенджер, да, ну фейсбуковский мессенджер, вотсап и вайбер. Они не являются, не входят в реестр ОРИ, работают, и в то же время, ну как-то вот, да, ну их не блокируют, вот что я хотел сказать. Там и ходит слух, кстати, насколько он справедливый, что ватсап он просто все сливает, что просит. Возможно, да. Ну то есть, как бы, видимо, есть какие-то определенные договоренности, вы нам не будете портить репутацию. Ну то есть, если мы, там, ватсап у нас входит в реестр ОРИ, следовательно, ну там же логика же простая, да, там compliance, значит, вы комплаетесь по законам России, о том, что вы, там, обязуетесь сливать вот эту всю информацию, да, по первому, там, свисту любого постового, у которого есть погоны, там, да, там, на погонах должна быть, там, хотя бы одна звездочка. Вот, и, ну, как бы, всем остальным становится понятно, что, да, они сливают, и, как бы, они теряют репутацию, и перестают пользоваться, да, мессенджерам перестать пользоваться легко, ну, легче, чем что-то, ну, удалить, и все. Ну, это если эта информация всплывает, а если она не всплывает? Ну, она пока не всплывает в то же время, да, и в то же время я, там, особо не верю, что, там, Facebook, ну, как владелец ватсапа, там, сливает всю информацию, ну, то есть, все равно, наверное, какие-то процедуры есть, они же сами себе тоже не враги, да, то есть, если это всплывет информация, а в России она всплывет рано или поздно, что они сливали, ватсап сливал информацию, там, по, там, диссидентам, по нашим, не знаю, по Навальному, сливал ФСБ, и эта информация всплывет, она всплывет рано или поздно еще раз, да, то, там, на репутацию ватсапа можно будет ставить крест, потому что все остальные, ну, скажешь, ну, как-то, вот, наверное, не очень... Ну, Facebook сдавал китайских диссидентов, и все ему сошлось. Вот это интересная информация, я об этом, на самом деле, не знаю, я почитаю, вот, о чем не знаю, я не готов говорить, мне очень интересно, само я почитаю. Вот СОРМ, который в России уже действует много-много лет, и если ты читаешь законодательство, то кажется, что это прямо вот аккумуляция всей информации, которая проходит через интернет. Я боюсь, что ты все законодательство, боюсь, что ты не читал. На самом деле, да, это одна большая профанация, вот то, что вокруг этого СОРМа творится. Я уверен, там, на 128%, что там 80% СОРМов, СОРМов в России вообще в принципе не работает. Ну, то есть, вот не работает. То есть, это стоит там, лампочками моргает, просто будто бутафория. Как металлодетекторы. Как металлодетекторы, да, какие-то. Просто бутафория, да, ну, собственно, да. Это оно и есть. А то, что сейчас работает, то, что там пытаются что-то вычислять, это те системы, которые, ну, без которых телеком работать в принципе не может. Это биллинговая, так называемая, система, расчетная система, по которой выставляются счета. И то, что сейчас там кого-то, если там говорят, что там с помощью СОРМа поймали, то это поймали не с помощью СОРМа, а именно поймали с помощью вот этих систем. Человек же платит за телефон, да, сколько раз он позвонил, это же должно каким-то образом быть зафиксировано. Вы же потом придете и скажете, я звонил не 15, а 14 минут. Вот, а оператор говорит, извини, у меня сертифицированный биллинг, и вот ты на самом деле звонил, вот точная дата, точное время с точностью 2 секунды. И вот эта метаинформация, она на самом деле полезнее для оперативно-розыскных мероприятий, чем там прямое прослушивание там сотен миллионов разговоров, которые, ну, собственно, прослушать-то нельзя. А вот в свете всего, что ты сказал, насколько нас подвергнут опасности развития нейросетей, да, которые сейчас прекрасно научатся фильтровать все нужные разговоры и облегчат проблему слежки, ну, в разы. Ну, вот тот уровень нейросетей, который как бы сейчас развит, он же может понимать, ну, наверное, да, каких-то на бытовом уровне кого-то можно будет ловить. С содержанием разговоров. С содержанием разговоров, да, но это будет такая вот политическая именно слежка, да, которая не относится вообще никак ни к террористам, кого там ловят, да, ни к преступникам, потому что преступники тут же перейдут на, ну, они же будут защищаться, да, то есть это вопрос мяча и щита. Поскольку это, самое это смешное, что это публичная информация, да, и все знают, что телефонные разговоры прослушивают, точно так, с Яровой будет происходить. Все знают, что все разговоры записываются, но я, например, просто перестану разговаривать по телефону, потому что, ну, что, есть более удобные, во-первых, способы, да, каким-то образом голосом говорить, а если по телефону, ну, это, ну, там, крайний какой-то случай, там, не знаю, воду привезли мне, да, ну, ладно, я вам кнопку нажму. Тут возникает такая интересная ситуация, что, да, вот там террористы, люди, которые сознательно хотят скрыться от государства, обладают этим щитом, а люди, которые, как бы, вроде обычную жизнь ведут, они станут все беззащитнее, беззащитнее, беззащитнее. Это печально, да. Вот так и происходит. Так и происходит. Как эти нейросети будут работать именно против преступников, я не очень уверен, что они будут работать, потому что все равно нужна будет оперативная работа, нельзя заменить вот эти все вещи, да, ну, как поимка. Преступников действительно надо ловить, никто с этим же не спорит. Ну, их надо ловить, да, ну, злодеев, педофилов. Но эти методы не работают. Но эти методы не работают, да. А самое-то обидное, что все эти методы, они реализуются не за счет актора, да, ну, то есть заказчика, то есть заказчик ФСБ. Ну, и раз ты заказчик, так и плати за него. Нет, на это все дело еще сваливается на операторов связи. Операторы связи, естественно, поскольку им это невыгодно абсолютно, а еще и вредит, они этими вещами всеми монкируют. Как угодно, вы не думаете, что операторы, они там такие идиоты, ты-то, побежали, все это сделали, да. На самом деле работает тот же самый процесс, да, что там принцип сохранения энергии. Ну, чем меньше я сделаю, чем меньше я заплачу, а там как работает, не работает, результат меня не волнует. ФСБ отвечает, и как бы пусть они там сами уже разбираются. Именно так это все и работает. А почему все это продолжает лоббироваться? Ну, я предполагаю, да, что даже в Роскомптанзоре сидят люди не совсем идиоты. И они, в общем-то, нет, злонамеренные, говнюки, подонки. Нет, я думаю, что они, я все-таки склоняюсь, вот, как этот принцип опера, нет. Я понял, да, я считаю, наоборот. Бритва Хэнлона, вот, вспомнил, Бритва Хэнлона, просто они облажались. Нет, на самом деле они сидят... Нет, но они же не один раз облажались. Извините меня, у Санцаны Чажарова образование медицинское, у него, у министра, бывшего министра связи ворованный диплом. То, что сейчас министр Носков пришел, вообще неизвестно кто. То, что там сидят чиновники, функционеры, они ни разу там кабеля в руках не держали, не говоря о том, что там разобраться, что такое там TCP, IP, пакет. Они просто некомпетентны. Ну, так или иначе, у них есть компетентные советники, которые и... Нет у них компетентных советников. Судя по тому, что они сейчас там творят, у них компетентных советников нет. У них есть советники, это, ну, как бы люди, которые лоббируют какие-то определенные интересы. А определенные интересы, ну... Это интерес продать оборудование сорма. Продать оборудование, даже не оборудование продать, а продать вот именно вот эту вот имитацию бурной деятельности, того, что происходит с этим сормом. Сферовой это вообще очень... Не удастся ли закошмарить бизнес до такой степени, что вот несмотря на все эти технические барьеры на создание Большой Китайской Стены, да, компании просто сами сдадут всю необходимую информацию, сами испугаются, сами подчинятся всем законам, которые будут написаны. Нет, если они, как бы, Роскомнадзор скажет заблокировать все сервера Амазона, операторы связи возьмут и заблокируют все сервера Амазона, ну, просто потому что возьмут и заблокируют. Интернет уже настолько проник в нашу жизнь, да, что он влияет уже на экономические какие-то вещи, да, причем на самом деле прямые. Даже если вы не пользуетесь интернетом совсем, это не значит, что вы не пользуетесь интернетом. Вся логистика на этом построена, там, вся торговля там, вообще вся торговля, но все равно она построена на интернете. Если мы там возьмем и заблокируем сервера Амазона, то у нас, например, там попадает 80% приложений, которые у нас есть в айфоне. И вот как раз блокировка, кстати, такой случай был. У нас будет йотафон православный. Да, но вот то, что уже построено, то, что уже куплено, да, от него придется отказаться. Окей, йотафон, как бы, да, а куда мой айфон это все деньги? Извини, айфон дорогая штука, я... Ты не мыслишь как чиновник, чиновник мыслит не так, чиновнику совершенно все равно, какое количество ценностей он уничтожает. Он может уничтожать ценности на миллион, но чтобы рубрик-то пошел к себе в карман. И все эти айфоны, и все эти айфоны, они ничего не знают. Да, он же тоже, да, он же тоже прагматичный, да, то есть он, ну, как бы, они же тоже, ну, тот же жараф, он же не идиот совсем, он же не понимает, что одно дело, там пришли пацаны у него поорали, да, их потом полиция вшла. А другое дело, если ему коктейль Молотова метнут, причем, ну, это не пацаны будут совсем, да, будут совсем другие люди. Потому что, ну, опять же, да, рассказываю историю, когда началась вот эта история связи с Телеграмом, он самый выпивающий случай был, ну, то, что, как бы, ко мне на канал пришел, это перестали работать кардиомониторы. Не кардиостимуляторы, надо понимать, да, кардиомониторы, которые просто отслеживают постоянно частоты, и они сливают все это, как бы, в облако, естественно, в облако было, естественно, в Амазоне, заблокировалось. И 400, там, с лишним пациентов одной крупной московской клиники просто вот лишились вот этого кардиомониторинга. Не то, что они там все умерли, да, а просто вот связь потерялась, и врач теперь не знает, там, что там с ними происходит. Оказалось, это настолько, как бы, вот, высокопоставленные люди, которые на этих кардиомониторах сидят, что Роскомнадзору прилетело, и им все-таки эту сеточку пришлось разблокировать. Ну, сейчас научатся ВПНом пользоваться, и все у них с кардиомониторами станет в порядке. Дело в том, что он, ну, как бы, он аппаратно не предназначен для того, чтобы вот с ВПНом работать. Ну, я думаю, ты все-таки очень оптимистично смотришь на эти вещи и недооцениваешь то, что вы делаете. Очевидно, да. Но, опять же, если, как бы, там бегать и кричать, ой, все плохо, все пропало, да, то тоже ничего не будет. Надо просто думать, а как из этого, из этой ситуации выходить. А как из этой ситуации выходить? Digital Resist. У нас же есть этот лозунг. Вот. Это очень, кстати, интересная штука. Я недавно там тоже беседовал с одним политологом из, как называется, АП-шечки. Да. Это был такой замечательный разговор. И он от меня все хотел добиться. Ну, там дядечка такой пожилой уже, он плохо в технологии. Вот. Но он там пользуется интернетом. Причем там мне пожаловался, вот у меня какой-то сайт заблокировали. Там я им пользовался постоянно. Вот как его обойти? Подсказал как? Ну, неважно. Ни суть не в этом. А что такое объяснение? Что такое вот это цифровое сопротивление? Надо просто пользоваться телеграммом. И все. И что, говорит, разве не полетят никакие там коктейли Молотова и не будут лупить полицейских на улицах? Нет. Просто пользоваться телеграммом. И чтобы он работал. Ну, очевидно так. Ну, это за нас всех борется один Паша Дуров, потому что никому больше яиц не хватило, чтобы заставить телеграмм работать или свой сервис работать. Да поймите вы простую штуку. Паша Дуров, он бы тоже не стал ничего делать, если бы мы там им не пользовались. Да? Ну, то есть, ну... Даже мы пользоваться начали до того, как не очень потребовалось. Как LinkedIn получил, поступил, да? Почему LinkedIn не стал сопротивляться, не стал сливать ничего? Ну, потому что они взвесили. У тебя здесь есть определенные противоречия. В зависимости от ситуации, ты говоришь, с одной стороны, если тебе нечего терять, ты смиряешься, подчиняешься тому, что решает Роскомнадзор. Если тебе есть что терять, ты подчиняешься, смиряешься. Это бунт. Это бунт. LinkedIn бунтовал. И выполнил, что хочет Роскомнадзор. LinkedIn взбунтовался против... Ты мой владелец Майкрософт, да? LinkedIn взбунтовался против Роскомнадзора. Они сказали, мы вам не дадим ничего, то, что вы требуете. Мы не будем исполнять эти требования. Роскомнадзор сказал, тогда мы вас заблокируем. LinkedIn сказал, ну идите нафиг. Ну, они их заблокировали. Все. Все. Это бунт. Это корпоративный бунт. То есть, на уровне Майкрософта надо понимать, что там, очевидно, там терки были не те еще. Потому что это же еще на бизнес Майкрософта могло отразиться. Я просто объясню, что меня пугает в оптимизме этих норей, потому что им всегда кажется, что вот все очень легко обойти, все очень много, легко, значит, никуда не денется из досягаемости твоей и моей. Но в этот момент мы теряем вот те 86% населения страны, которые никогда не будут делать VPN, которые никогда не будут разбираться с этими достаточно простыми вещами, но они просто не будут это делать. И в итоге вот эта горизонтальная связь социальная, она пропадает. Объясняю. Это хорошо с точки зрения меня как технаря. Это, кстати, хорошо, что 86% не будет пользоваться VPN и Telegram в том числе. А в том, что у меня будет больше информации, я буду как более конкурентоспособен. Нет. Да. Объясню почему. Потому что вот тот самый рынок, который мог бы появиться в конкурентной среде, благодаря конкуренции, с 86%, она не появится. Это если бы у нас, условно говоря, это если бы я был каким-то очень крутым, большим инноватором, который там вот там, но это не в 10% будет вот это находиться. Там же есть вот эта теория диффузии и инноваций. Там есть конкретно вот изобретатели, инноваторы, потом у них там есть ранние последователи, поздние последователи. Вот это все хозяйство. Там в итоге набирается 13%. Собственно, откуда вот эти 8? Ну, это статистика. Волшебная цифра из статистики. Из-за Путина столько же классов. Да. Это вот оно и есть, позднее большинство, и лагерцы, да, вот эти все, которые есть, это они и есть. Меня как специалиста, да, допустим, там по сетям, да, не знаю, там простого инженера, ну не простого, ладно, там какого-то инженера, который умеет проектировать сети, в том, что у меня будет доступ, а у 86% нет доступа. И мне с ними не придется конкурировать, мне будут платить больше зарплат. Но тебе придется жить вот в этом репрессивном государстве, и еще не факт, что это репрессивное государство с помощью 86 необразованных людей предпринет против тебя. Ну да, там ведьма, да, там колдун сжечь, да, вот это все, да, вполне может быть, учитесь, изучайте технологии, это полезно, это нужно, и это в конце концов просто выгодно. Вот что я хотел сказать. Я с этим полностью согласен, но я все равно не понимаю вот корня твоего оптимизма, потому что вот по мере того, как, знаешь, ты убегаешь все более маргинальный угол, да, ты теряешь ситуацию из-под контроля, и эта ситуация, она рано или поздно станет опасной для тебя. У меня не так не было никогда ее под контролем, вот этой всей ситуации, пойми. У меня в Екатеринбурге диалоги с людьми, которые не хотят иметь отношения к внешнему миру вообще. Вы себя представляете такой, ну, новой, если не аристократии, то интеллигенции, там, я не знаю, привилегированным классом. Именно. И мы знаем, что становится с привилегированным классом, когда он слишком увлекается вот такими вот сентенциями, которые ты сейчас выдаешь, что это дает мне конкурентное преимущество, а остальное горит там синим пламенем. Начинаешь синим пламенем гореть ты сам. Да, я понимаю это. Ну вот, мне не нравится такая риторика очень. Она может быть выгодной в какогосрочной перспективе, и я сам, собственно, повторял это у себя на канале. Долгосрочная перспектива, да. И долгосрочная перспектива, это страшно. И чем дольше ты запускаешь эти процессы, тем сложнее их обернуть назад. Очевидно, да. Но, с другой стороны, я же могу заниматься просветительской деятельностью. Это правильно. Я могу рассказывать, я могу рассказывать. Народовольцы плохо польщики. Ну, зато как клево жили. Хорошо. Так, интернет, она происходит не только в России. И, причем, когда Путин говорит, что мы принимаем западный опыт, он абсолютно не лукавит. И ситуация с интернетом в Великобритании, она совсем немногим лучше, чем в России, если лучше вообще. Как с этим, опять же, бороться? Может ли быть ответом поголовное шифрование всего и вся? И сможем ли мы убежать вот в это криптоанархическое будущее, где вообще ничего нельзя будет? Да, я думаю, мы не так много времени подождать даже будем. Я думаю, что год, два, три максимум мы увидим совершенно новый интернет, совершенно другой. Есть предпосылки к этому? Конечно, да. То есть технологические вещи ведутся, в том числе и в Екатеринбурге, не поверишь. Расскажи. Ну, там есть бригада математиков, которая занимается, допустим, у нас там есть команда, которая занимается мэш-сетями. Даже тут, в Екатеринбурге. Я уже не говорю по всему миру, где там десятки, сотни, наверное, команд, которые занимаются этим делом. Это когда каждый, не знаю, Wi-Fi маршрутизатор, ну, условно, на самом деле, неважно, какая там физика, он может соединиться с другими маршрутизаторами, с другими точками доступа. Они создают вот такую вот сеть. Типа сигнала. Не сигнала, а FireChat. Да, FireChat. Да, вот, собственно, да, это же тоже российская команда. Да, но это же... Она не взлетела только потому, что там есть проблемы фундаментальной математики. Эту ниточку сейчас пытаются раскручивать. Появляются более мощные микропроцессоры, появляется более другое оборудование, появляются другие принципы модуляции радиоволн. Вот это как бы начинает потихонечку все работать, на самом деле. Я думаю, что там мэш-системы, когда мы просто будем разбрасывать приборы, да, ну, там умная пыль, конечно, чуть попозже будет, да, но когда мы просто будем на стенку прибивать какие-то приборы, да, их будет много, это вот мы лет 10 до этого, не больше. А математическая проблема там решена уже для больших скоростей передачи информации? Да, она будет решена рано или поздно, ну, то есть, куда копать знаем, что делать, понятно. Рано или поздно мы раскопаем и сделаем все. И интернет весь будет в машине. Интернет, да, весь. Ну, там куча задач, да, есть там одна определенная, ну, как бы, опять же, команда Викатина. Начну глушить. Так и здесь же тоже, как бы, есть противодействие, да, когда там рассказывают о том, что мы там можем заглушить там любой прибор, но это потому, что они не скрываются от него, а если они будут скрываться, то заглушить нельзя. Для того, чтобы заглушить одно энергетическое поле, тебе надо второе поле, да, в 10 раз превышающее первое. Да, вопрос электроэнергии. Когда у тебя их много, и ты просто не сможешь, у тебя электричества не хватит, чтобы заглушить все радиоволны в каком-то радиусе. Ну, мы же с этим, мне все-таки кажется, это несколько далекое будущее. А я имел в виду именно бегство в математику, то есть, где мы просто зашифруемся, и все пакеты, которые передаются, они будут зашифрованы. Зашифрованы, ну да, HTTPS там и вот это, но... HTTPS уже есть, это все работает. Есть ли надежда ухода массового интернета в эти наложенные сети, которые полагаются на инфраструктуру относительно централизованную, но при этом все, что там происходит, настолько непрозрачно, что... Мы же вот это наблюдаем, да, тот же самый Телеграм, да, то есть, когда у него свой собственный протокол, то, что там какую-то криптовалюту они пытаются ваять, не зная, что там делают, я не специалист по криптовалютам, но мне, по крайней мере, это кажется интересным, и, возможно, это все, на самом деле, возможно, это все взлетит. И не по той причине, что там, то, что у них как-то, ну, вектор, что ли, правильный какой-то взят, может быть, не, они и будут. Паша Дуров спрятался за спиной гигантов, он спрятался за Амазоном и за Гуглом. Это очень интересная позиция, да, ну, типа, да, вот мы там, нас нельзя заблокировать, да, потому что, да, придется заблокировать там тот же самый Амазон и тот же самый Гугл, но вот сейчас, если вот эти корпорации, как бы, не прогнутся, да, то нас они просто выдавят, поскольку, ну, мы маленькие, да, вот это вся история. На самом деле, никакой доброй воли Гугла и Амазона там нет, да, потому что, ну, на самом деле, я же могу купить сервер на Амазоне. Можешь. Я могу на нем запустить шлюз прокси МТ-прота? Само собой. Ты не можешь запустить массовый продукт, если, который не угоден Амазону либо Гуглу на таком сервере. Если вот, если их вот в какой-то момент перестанет устраивать, твой сервис умирает. Ну, окей, я уйду к тому, кто, это я уйду в Digital Ocean. Digital Ocean уже, наверное, ценно, в рамках блокировки национальной гораздо проще изолировать. Я спрячусь за Cloudflare. В чем проблема? Нет, это уже логистически совсем другое. В Китае уже не работает Гугл, соответственно, ты уже не спрячешься за спиной Гугла или работает это ущербно? Ну, да, конечно, лучше бы он работал, ну, как бы, как просто работал, да, не блокировался. Но, тем не менее, там Гугл работает тоже. Я имею в виду, что, нет, ну, то, как он резолвится, то, с какой скоростью он резолвится, делает его неюзабельным. И, соответственно, делает его неюзабельным для Паши Дурова, который захотел бы спрятаться за его спиной в Китае. Почему? Ну, они, кстати, в реестре Роскомнадзора, облако или клауд, одно из самых популярных по поводу блокировки, вот именно... А что же сам Гугл этим не пользуется? Это непонятно. Опять так же, та же самая история, да, то есть Гуглу зачем туда в Китай заходить? Во-первых, это язык другой. Нет, но они пытались туда зайти, там они что-то присутствовали, даже не сказали. Ну, их сказали, чуваки, не надо. И полтора миллиарда клиентов неинтересно. Да, полтора миллиарда клиентов, потому что вы там денег все равно не получите. Вы потратите очень много ресурсов для того, чтобы обходить наши эти золотые щиты. Вы потратите это. Вас все равно не будет, потому что у нас есть Модао, который будет там всех бегать и сдавать, кто пользуется Гуглом. Ну, потому что, да, и вы не получите ни копейки с рекламных бюджетов, потому что мы не дадим платить за ваши услуги. Ждем развития криптовалют, которые это точно разрешат. Да, именно. Почему, когда в России интернет становился, вот там интернет-провайдеры, вот большие компании, которые предоставляли этот сервис, они были все частными, они все возникали там из каких-то студенческих даже. Компании, в общем, возникли с нуля. А сейчас, если ты посмотришь на рынок интернет-провайдеров, ты видишь те же самые псевдо-частные компании, зачастую государственные компании, да, которые захватили рынок, и интернет-провайдеров сегодня принципиально отличается от какого-нибудь там 96-го года, например. Ну, почему? Ну, потому что, как бы, да, вот рынок рос, и рынок точно так же, как есть, опять же, там детство, юношество. Но так произошло в России, но так не происходит в других странах. Почему? Там просто раньше это все произошло, гораздо раньше. Огромные корпорации, они оказались там немножечко, как бы, быстрее, шустрее, да, и начали этот рынок, как бы, захватывать. И в итоге, как бы, да, вот там они монополизировались, наши оказались немножечко более туповатым. Ну, то есть, там, Ростелеком, там, до последних там сидел и считал, что там будет очень сильно развиваться рынок международной, междугородной телефонной сети, связи. Они же, как бы, вот, было, да? Ну, лудизм такой. А? Лудизм такой. Ну, не лудизм, почему? Ну, вот, есть деньги, они же смотрят, круто, клево, мы все построили, мы сейчас будем сидеть, носу ковырять, а нам будут деньги, как бы, капать постоянно, да? Зачем нам, как бы, там какие-то инфраструктуры какие-то развивать, что-то, какие-то интернеты ваши какие-то, зачем нам это нужно, когда у нас так все хорошо? Вот, ну, и в итоге они пустили рынок. А рынок IT сегодня в России, он вообще развивается, вот, учитывая историю, которая с Пашей Дуровым произошла, когда у него просто бизнес отжали? Вот это самое, вот, опять же, да, то, что сейчас происходит, очень страшная штука, потому что даже из Екатеринбурга видно, как кадры бегут из страны, даже из Екатеринбурга, я думаю, что из Москвы или из Питера, это, наверное, совсем колоссальные какие-то потери. То есть у нас там просто уезжают, собираются целыми офисами, уезжают, там, в Берлин у нас, например, там много людей переехало, сотни человек, вот, при том, что сотни разработчиков, это много для Екатеринбурга. Вот, видишь, ты рассказывал о том, что это дает тебе конкурентное преимущество, смотри, а вот все вот эти компании, которые могли появиться в России, они появились где-то еще. Да. На что в развитии IT-сферы в России ты смотришь с надеждой, вот на кого стоит обратить внимание, кто сейчас на передовом рубеже пытается сделать мир лучше? У нас сейчас появляются достаточно серьезные команды, как раз именно математиков, как ни странно бы казалось, да, но вот там царица наук, математика, вот, и вот эту школу, видимо, еще не пропили до сих пор, как ни странно. На самом деле это удивительная очень штука. У нас довольно серьезная инженерная школа в области радио, ну, опять же, по Екатеринбургу, возможно, я сижу, может быть, у нас совершенно отвратительная инженерная школа по поводу конструирования радиоэлектронных средств, просто потрясающе плохая, как могло так произойти, я не понимаю. Да. Но она вот сейчас каким-то образом возникает снова, да, как-то вот там пытается, что-то шевеление какое-то происходит. И я думаю, что у нас будут какие-то прорывы вот как раз, ну, в тех местах, где как раз нужна как бы вот такая серьезная математика, то есть это база данных, это искусственный интеллект опять тот же самый, это крипто. Криптография, кстати, школа хорошая в России. Вот, ну, вот, то есть вот эти вот вещи. Но по железу мы, блин, я тем более, что я как бы... Но по железу мы всегда были в аду какой-то момент. Да, вот там у нас провал такой совершеннейший, очень такой неприятный. Про нерв нейтралити, расскажи, что это такое. Не хочешь? Да почему не хочу? Просто вокруг этого очень много непониманий, возможно, моих тоже, в том числе, возможно, моих. Я не говорю, что я там прав во всем всегда, это, наверное, неправильно говорить. Ну, вот, насколько я понимаю, сетевой нейтралитет, сетевой нейтралитет это никакой не закон, это просто, это даже не правило, это принцип. Это, и без него просто интернета бы не произошло, он бы не случился, если бы не было сетевого нейтралитета, не было бы этого интернета, вот какой мы сейчас понимаем. Он обозначает совершенно простую штуку. Каждый узел в интернете, каждый узел, он равноправный. Он точно такой же, он может как угодно там с кем-то как бы взаимодействовать, но он должен относиться ко всем одинаково. Вот этот узел, и он относится ко всем одинаково. В том плане, что вот он может отдавать какую-то вычислительную мощь, и он отдает именно вот эту вычислительную мощь, и он как бы выдает ее одинаково для всех. У этого правила, да, у него есть принцип неухудшения. Ну, то есть, если одинаково плохо, то одинаково плохо для всех. Но кто-то может за деньги себе улучшить условия. Все. А где этот принцип прописан, и как он инфорсится на участников? Он не прописан нигде. Я, по крайней мере, не знаю ни одного закона, где было бы прямо написано, что у нас сетевой нейтралитет. А как добиваются того, чтобы корпорации ему следовали в таком случае? Экономика. Да, то есть, поскольку вот эти все узлы между собой, да, вот они как бы связаны, если там каких-то два узла будут между собой, там, ну, более лучшие какие-то условия, да, говорить, все остальные от них откажутся. Они скажут, ну, окей, вы там между собой такие красивые, ну и ладно. Ну и как бы занимайтесь однополой любовью. Вот, а мы, как бы, мы сеть, мы, вот, у нас вот свои условия, у нас свои правила. Ну и их просто как бы вот из их сетки выдернут. Вот, то, что касается, то, что в статах происходит, там, да, вот вокруг этого отмены сетевого нейтралитета, там рынок очень монополизирован. Вот, там, ну, по сути, там, вот существует четыре компании, телеком-компании, которые, ну, вот, вот держат просто все это AT&T, Verizon, то там, Comcast. Вот этот сетевой нейтралитет, то, что было, это, на самом деле, там, пакет антимонопольных законов, которые запрещают вот этим четырем компаниям просто положить весь остальной рынок. Нет, ну, он запрещает с помощью каких инструментов? Он запрещает ухудшать условия для каких-то одних компаний, но... С помощью каких инструментов? Но там есть конфликты интересов. Ну, например, такая компания, как Netflix, да, у которой, там, огромный, или, там, ну, тот же YouTube, да, у которого, вот, в трафике, да, у них довольно большая доля. Да. И они ухудшают условия для Netflix, потому что у них есть конкурирующие, там, свои, собственно, кабельные сети. Да. Собственно, конфликт интересов именно заключается в том, что я оператор, если у меня есть свой сервис, да, то я запрещу на моей сети использовать другие сервисы, как бы, конкурирующие с моим. В итоге, как бы, да, я получаю монопольное преимущество какое-то, да, а эти сервисы, они просто будут хуже работать. Какими инструментами удается добиваться соблюдения net neutrality? Тем, что мы не будем с тобой играть. Это прям единственное. Да. Это все очень замечательно, но тогда для этого бы не требовалось лоббировать американский конгресс, для того, чтобы американский конгресс там что-то принимал. Причем в обе стороны. Нет, там было как раз именно, лоббировали-то как раз именно вот эти четыре компании. Нет, но они лоббировали, а через... Каждому, причем, по отдельности, сенатру и... Единственное, что эти компании могли лоббировать через американский конгресс, это чтобы с них сняли какое-то законодательное ограничение на определенное помещение. Они хотели уничтожить Netflix, они хотели, ну, как уничтожить, они хотели сказать, что, ну, поскольку у них Netflix сжирает вот это огромное количество денег, да, поскольку, ну, у Netflix ценники другие, и они хотели именно, суть этого лоббирования была в уничтожении Netflix. Они считают, что Netflix как бы паразитирует на их сетях связи. Ну, как бы это считается. На самом деле, там это вот чистый коммерческий такой вот конфликт, который попытались решить именно таким образом. Ну, вот мне просто не всем понятно, потому что есть определенная версия, прошу прощения, ее двигала республиканская партия США, которая звучит конкретным образом, потому что эти компании с помощью закона лишены свободы распоряжаться своими, собственно, системами связи, как им было бы угодно. И рынок нет никакого отношения. Это демагогия. Потому что именно речь шла не о том, чтобы там сделать равными для всех, да, а там сделать равных... Нет, это речь идет не о равенстве, речь идет о... О свободе. Свободе распоряжаться своими сфероструктурами. Что как бы, да, абоненты как бы, да, сами решат, кому они там захотят подключиться. Да, отлично, но рынок-то монополизирован в 80 или 90. То есть все-таки есть логирование. 90% рынка принадлежат вот именно вот этим четырем компаниям. И тогда получается, то есть у абонента не будет никакого выбора. Он смотрит либо то, что ему дает Камкаст, вот, и не имеет никакого другого Нетфликса. И не страшно, да, давайте государству полномочия, решать за корпорацией, какой трафик им фильтровать и какой нет. Я понимаю, что сейчас все это не обертывается в обертку, что фильтровать нельзя ничего вообще. Но это именно обертка, под которой тебе продают передачу власть от частника государства. Но я могу точно так же, да, вот эту демагогию могу точно так же, да, сказать. От этого тебе продают обертку, да, что, ну, так каждый может сделать с каждым, да, и тогда вообще давайте никаких правил. И давайте мы будем, давайте мы начнем резать друг друга. Нет, контрактные правила. Ну, утреюр. Плава заключать контракты, оно, безусловно, есть, да. Ну, то есть, я могу... Выгоды для себя. Конечно, с выгодой для себя любые контракты мы можем заключать. Кроме тех случаев, когда у меня нет другого выбора. Ну, то есть... Выбор есть всегда. Да где же он, выбор-то есть? Если вот у меня приходит кабель, причем там доксис какой-нибудь, да, в мой район... Вот возникает та же самая ситуация, что открывается экономически... На рынке открывается ниша, на которой придет новый игрок, который удовлетворит спрос. Да, это вот та самая невидимая рука рынка, которая все расставляет по местам. И это то, о чем ты говорил вот буквально несколько минут назад, когда рассказывал, что когда государство во что-то вмешивается, то на рынке появится, значит, ответ этому щит и меч. Вот рынок, это тот же самый щит и меч. И пока ты в него не вмешиваешься с помощью государства, он себя еще более-менее балансирует. А когда ты все это отдаешь государству... Может быть, там какая-то антропология какая-то может быть в этом как бы существует. Ну, то есть, есть же несколько способов защититься. Может быть, это на самом деле и хорошо, да, что возникают какие-то преграды, да, и мы тогда более эффективные пути находим, чтобы вот эти преграды обходить, ну, там, не знаю, там, более эффективно, что как-то работать и так далее, да. То есть, ну, труд же сделал из-за безъяна человека, да, в том смысле, что, да, что мозги трудились, да. Вот подумай мозгами, как тебе обойти вот эти все вещи. И может быть, это действительно хорошо, когда возникает там государство на пороге, да, и тогда у нас возникает, допустим, там, новая криптоанархия. Вот, и да, может быть, ты прав, да, что тогда вот давайте разрешаем, но тогда же, получается, преград не будет. И слава богу. А что тебе смущает? Ну, тогда, окей, там, Камкаст задушит всех, да, и… Ну, и задушит сам себя в процессе. В процессе. Конечно, продолжит. Вопрос только, сколько времени на это потребуется. А Netflix, он же тоже, на самом деле, да, он же тоже, ну, там, его котенком-то назвать там трудно. Да. Netflix такая зубастая контора. Ну, да. Вот, и у нее рыночное влияние определенное есть, за ней, там, извини меня, сколько там, 100 с чем-то миллионов, там, у них, там, 180, по-моему, миллионов пользователей. Ну. Платно, причем, ну, в смысле, те, кто платят деньги, это много. Ну, богатая компания, хорошая бизнес-модель. Да, да, отличная. Вот, поэтому они же тоже, как бы, в том числе, они могли… Ну, сейчас появляется Amazon Prime, который начинает тебе транслировать, делается то же самое. Вот те конкуренции. Не появляется, там, там, Року есть, там, их там… Да, ну, просто Amazon большой игрок. Я к тому, что, возможно, это одна из форм защиты, в том числе, и вот такая. То есть, если уж совсем до конца, как бы, доходить, да, то право лоббировать, это же тоже, да, право лоббировать. Просто тебе нужно всегда держать в уме, что правом лоббировать может воспользоваться твой враг. Враг, да. И по мере того, как вы друг против друга лоббируете и отстаиваете свои интересы, на самом деле, единственное, что происходит, вы выигрываете вот эти маленькие тактичные войны, в то время, как государство отсяпывает в себя все больше и больше полномочий. Это, разумеется, происходит не единомоментно. Это вот здесь государству дали только полномочий дополнительных, здесь, здесь, здесь. Но с другой стороны появляется… Государство разрастается. Это процесс, вот он описан. Михаил, но с другой стороны же появляется, опять же, поле для того, чтобы вот эти вот обойти. Ну, как вы… Ну, как вы… Ну, значит, менее свободный. Значит, все, что существовало… А вот давай… Очень просто объясню. Все, что существовало в интернете российском 15 лет назад, сегодня существует в Торе. Это странно звучит, да? Ну, от человека, который считает индекс свободы интернета. А давай попробуем. Ну, дело в том, что я-то как раз занимался, да? Я пытался это все делать каким-то образом осмыслить. Может, ты мне какую-то идею подскажешь. А давай мы попробуем. Свободу можно посчитать вообще, нет? Ну, вот, да? Вот ты говоришь, что свободнее, более свободнее, менее свободнее. А насколько более свободнее, менее… Хорошо, если ты хочешь сейчас намекнуть на то, что в социальных и гуманитарных науках ничего не подойдется четкому подсчету, да, ну, с этим что спорить? Бессмысленно абсолютно спорить. Но есть ощущение, да. Вот есть, можно посчитать ощущение свободы. Я предпочитаю измерять. Измерять, да. Ну, кстати, да, по моему же вот этому инструменту, да, свобода-то как бы, да. Даже за последние два года, он начинался с тысячи в начале 16-го года, а сейчас он меньше 500, 400 с чем-то, 420. И не только же в России. По всему миру интернет становится менее свободным. Я думаю, да. Опять же, те же самые 15 лет назад ни у одного из государств не было инструментов политических, да, прописанных для того, чтобы блокировать сайты. Это вот, ну, это произошло на наших глазах. На наших глазах сейчас… Да, то есть, ну, вот появился он, быстрая такая штука, изменяющаяся. Может, это даже, кстати, может, это хорошо. За счет вот именно вот этого давления эволюционного какого-то, да, вот этого, что же так? Появится некая такая надсеть, которая как раз… Смотри, я тебе объясню, почему это не так. Потому что есть государства, которые, не допустив ошибки слишком большой централизации власти в руках политического класса, да, избегают сейчас, в том числе, и всех тех проблем с интернетом, которые огребает Великобритания, которые огребает Россия, которые огребает Украина, да. И вот, опять же, пример Швейцарии, он в этом смысле очень красноречив. У государства там нет инструментов для того, чтобы сказать какому-то провайдеру «ребята». А сейчас мы, значит, за вас будем решать, кому вы… Какие преференции можете выдавать, кому не можете. Просто таких инструментов нет. Это что мы имеем? По выходу мы имеем, что все нормальные VPN находятся там, все зашифрованные почтовые сервера находятся там. И вообще, если тебе нужно сбежать от государства, тебе бежать больше некуда, кроме вот эту маленькую страну, где удалось построить такую систему сдержек и противовесов, где государство не может аккумулировать в своих руках ту власть, которую, в том числе, и айтишники бегут государству отдавать, чтобы решить какие-то свои сиюминутные проблемы с помощью Net Neutrality, например. И вот это страшно. Нет? Ну, окей, научи нас, что нам надо делать. Ну, хотя бы брать пример со швейцарцев. Хорошо, я пошутил, конечно. Что поэтому на это сказать? Ну, блин, ну да, вот надо, видимо, что-то делать с этим, да. Ну, ладно, я извиняюсь, что так надавил. Но я, в принципе, думаю, можно закругляться, мы все обсудили. Спасибо, что смотрели меня. Меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях был Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Прислайте биткоины, если вам нравится, что я делаю. До новых встреч. Спасибо большое, Михаил. Очень было приятно, очень интересно. По-моему, мы много обсудили. Субтитры сделал DimaTorzok